Медреформу проголосовали. Несмотря на протесты и очень жесткую критику законопроектов в профильном парламентском комитете, коалиция смогла провести через зал ключевой документ. О государственных финансовых гарантиях, оказания медицинских услуг и лекарственных средствах. 240 голосов за. И теперь идеи Ульяны Супрум становятся обязательными для всех украинцев. Впрочем, фракции, собственно, коалиции, БПП и Народный фронт мобилизовали за этот законопроект только 181 голос. Остальное добавили самопомощь, воля народа, нефракционные депутаты и самое забавное – радикалы Олега Ляшко. Еще недавно ляшковцы были категорически против Медреформы Супрум. Но когда дошло до финального решения, как это часто с ними бывает, не смогли устоять и проголосовали. Наверное, уже в ближайшие дни узнаем, что именно радикалы выторговали за вот такое голосование. После одобрения этого первого законопроекта по Медреформе с Ульяной Супрум встретился Петр Порошенко. Он приветствовал решения депутатов и призвал уже в ближайшее время проголосовать и за другие тематические документы. Приветствую всем важным результатом на шляху реформы, который объединен с реформой освяти, который объединен с пенсионной реформой, который объединен с медициной реформой. Еще одна важная позиция, до которой я хотел обратиться, это мой законопроект про сельскую медицину, про телемедицину. Я бы хотел, чтобы все те усилия, которые мы сделали для того, чтобы объяснить общество важность медической реформы, зараз так само были спрямованы на пояснение при подготовке до другого читания всего законопроекта. Ну а сами депутаты до сих пор продолжают выяснять, в каком же виде принят законопроект. Законодатели успели обсудить почти 900 поправок. Большую их часть провалили, но некоторые все-таки были проголосованы. Например, исключено софинансирование. Теперь в нашей медицине должны быть только услуги, которые полностью оплачивает государство, и услуги, за которые полностью платит сам пациент. Тем не менее, некоторые депутаты утверждают, что софинансирование все-таки удалось вернуть в законопроект перед решающим голосованием. И часть услуг может оплачиваться и государством, и пациентам, чтобы люди просто не разорились на лечении. И вот это не пустые слова, разориться на лечении. Да, все понимают, что полностью бесплатной медицины в Украине давно уже нет. Но, все-таки, часть расходов государство покрывало. И врачи уже сами могли решать, так сказать, с кого и сколько взять. Теперь вольницы не будет. Цены будут устанавливаться централизованно. А вот какими они станут, официальных подсчетов Минздрава пока нет. Но вот, например, Ольга Богомолец опубликовала документы, из которых виден, так сказать, порядок цифр. И это шокирует. Десятки и сотни тысяч гривен. Если пересчитать такие тарифы в средних пенсиях или зарплатах, то вывод может быть только один. Лечение в Украине наверняка может стать недосягаемой роскошью. Будем разбираться сегодня в этой теме очень подробно. Что конкретно изменится для пациентов? Что конкретно для врачей? Не закончится ли все это масштабными протестами? И есть ли вообще шанс, что эту реформу реализуют полностью? Начнем с материала Инны Томиной. Несколько месяцев баталии вокруг медреформы. И рецепт выписан. 240 депутатов дают старт коренным изменениям в системе. Сначала преобразуют первичное звено. Николай не может быть платным. Это первая ланка, экстренная медичная помощь, палиативная помощь. Ликование детей с 16-го года. Ульяна Супрун в Куларах активно рекламирует свою реформу. Вот только даже после ее объяснений остается слишком много вопросов без ответов. Предварительно на каждого пациента в год государство будет выделять 375 гривен на бесплатные услуги. Но как можно уложиться в столь скромную сумму? На все деньги пациент не может достаточно обслуживаться. Не достаточно для ликования. Может быть там где-то стационаре, где-то амбулаторе, день-то стационаре. Ничего не прописано. На остальные услуги врачей Минздрав каждый год будет устанавливать цены по специальной формуле. Сейчас пока над этим думают и составляют перечень того, за что государство платить не будет. За день до принятия реформы предварительные тарифы обнародовала депутат Ольга Богомолец. Суммы впечатляют. Кардиооперация от 60 тысяч гривен, удаление камня в желчном от 30 тысяч. При этом будут ли льготы для малообеспеченных и пенсионеров? Нет ни слова. А вот контролировать все финансовые потоки в медицине станет новая структура. Надслужба здоровья. Хотя ее функции уже выполняют органы местной власти. Но вместо децентрализации теперь контролировать все будет один орган. И на его нужды обещают выделять не менее 5% от ВВП. Весьма лакомый кусок для коррупционеров. Ця национальная служба здоровья сама будет заключать договоры с лековальными установками. Сама будет платить за уже выполненную работу медикам. Вона сама будет на свой властный рост распоряжаться на наступном году. 96, а может даже больше, миллиардов гривен будет сконцентровано в руках одния службы. И дивно еще то, что согласно закону 63-27, эта служба будет сама себя и проверять. Кроме финансов, Надслужба здоровья должна контролировать качество медуслуг и быть посредником между пациентом и врачом. Ведь теперь путь в больницу будет лежать через договор. Вместо обычных участковых терапевтов появятся семейные врачи. И каждого пациента обяжут заключить с ним контракт. Лекарь загальной практики терраса семейной медицины, глянувши пациента, он проведет ему комплекс, например, тех обслуживаний, которые будет считать за необходимым. Загальный анализ крови, загальный анализ лечения, биохимия крови, электрокардиограмма, вымеряет ему уровень сукру. До ноября люди должны выбрать, у кого лечиться. Задача не из легких, считают сами врачи. Это Татаровская сельская амбулатория в Ивано-Франковской области. Здесь обслуживают людей из близлежащих горных сел. За два месяца врачам придется обойти более 5000 пациентов. И десь в листопаде месяце я уже буду идти безпосередньо, сколько в день спою по хатах, так сказать. Хто здоровый, кращий, то будут приходить сюда. Мы запрошуем в амбулаторию и будем записывать. Они будут писать заявы. Населення раскидане. Радіус обслуговывания у меня так, как 15 км. И на один выклик, как по нормативу, в моих тигурских умовах пів години, то у меня деколи идут две години. Заработки врача будут напрямую зависеть от количества обслуживаемых пациентов. Но не пострадает ли в этом случае качество? Еще одна новация реформы – электронный реестр. Идея хорошая, вот только для украинских реалий – это вызов. Во-первых, его не могут запустить уже три года. А во-вторых, треть украинских больниц не то что к интернету не подключены. У них даже качественной телефонной связи нет. Закарпатье, Ставное. Село Горное, отдаленное от райцентра. Километров 40. Здесь даже нет газа. В местной амбулатории еще печное отопление. О медреформе здесь слышали, но как ее внедрять – не понимают. Это база, да, на пациентах? В амбулатории ни компьютера, ни денег нет. Не готовы. Компьютера у нас нема. Все у нас через бумажную работу. Не готовы. Коста нет. Нам даже не дают грошей на пориску и поколку дорогу. Есть в Ставном и пункт скорой помощи, который обслуживает 16 сел. На все экстренные вызовы вот это одна газель. Машина хоть и не старая, ей всего 7 лет, но поездив по горным дорогам, уже почти разваливается. Заднюю дверь водитель закрывает деревянным клином. Ужасно. А кем макару? Потому что тут уже ничего не работает нормально. Чтобы доехать на этой скорой до крайнего села Люта по горным дорогам, нужно около 50 минут. Поездка экстремальная. Не каждому здоровому удастся ее пережить без последствий. Тут уже заду тяжко. Тут уже трясает. То, что реформа нужна, местные медики не спорят. Вот только изменения необходимы системные. Как минимум, люди должны быть уверены, что при необходимости быстро доберутся до больницы, в которой будут нормальные кареты скорой помощи, все необходимые лекарства и врачи. Инна Томина, Жанна Дучак, Марина Коваль, Юрий Ковалев, Зиновий Автонас и Валентин Беличев. Подробности недели. Телеканал Интер. Но вот подписать законопроект по медреформе спикер Андрей Порубий и президент смогут не раньше 7 ноября. Трое нардепов, внефракционный Олег Мусий и представители оппозиционного блока Игорь Шурмай и Михаил Попиев зарегистрировали проект постановления об отмене решения Рады. И пока депутаты не рассмотрят это постановление, медреформа в силу не вступит. Итак, насколько серьезны планы оппонентов медреформы и есть ли шанс ее остановить? Это вопросы для Юрия Бойко, лидера оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Ну, ваша фракция очень жестко выступает против медицинской реформы. Вот вы действительно верите, что ее удастся остановить? На самом деле мы будем бороться, поскольку мы считаем, что это абсолютно антинародное и страшное для страны явление. Но как можно было создавать коррупционного монстра, единое центре агентства по распределению всего бюджета Министерства охраны здоровья, 97 миллиардов, без участия местных органов власти, самочинно как-то в центре, чиновники понимают решение, кого финансировать, а кого нет. Прямой путь коррупции и разрушения всех принципов децентрализации. А второй момент это, как можно было узаконить платную медицину, нарушение Конституции, когда люди доведены до нищеты и вообще им нечем платить. У нас никто не против и все за то, чтобы реформировать медицину. 75% населения считает, что медицина работает плохо. Мы предложили свой вариант, давайте не выдумывать велосипед. 75% хотят оплачивать. Естественно, люди сейчас уже в шоке. Мы говорим, давайте сделаем, не надо выдумывать велосипед, давайте сделаем так, как пошел весь мир. Сделаем страховую медицину в классическом виде. Государство платит за пенсионера, есть страховые компании, за работника платит работодатель, на эту сумму мы даем им льготы по тарифам, по налогам. И это люди понимают, кто за них будет платить. А что делали сегодня? Сегодня просто узаконили платную медицину и сказали людям, выбирайтесь как хотите. Может, ваше предложение не нашло отклика, потому что оно не включает новосозданную службу, которую нужно создать по охране здоровья, которой предрекают бюджет минимум 70 миллиардов. Которая будет делить деньги в ручном режиме. Это прямой путь коррупции. Хорошо. А какие-то предохранители уже сейчас можно предусмотреть, ввести в действие, в законодательное русло, чтобы не было коррупции на этом уровне? Вот мы хотели их ввести, мы вводили, предлагали свои поправки. Они, к сожалению, были отвергнуты. Поэтому наша фракция сегодня собирает подписи, и мы будем обращаться в Конституционный суд, для того, чтобы этот закон был признан незаконным. Точно так же мы сделали по закону об образовании. И когда нам апологеты этих законов говорили, что они хорошие, что давайте их примем, то у нас встречное предложение. Мы за. Если вас устраивает закон об образовании, если вы считаете его прогрессивным, и медицинская реформа, забирайте своих детей из Лондона и швейцарских школ, учите их здесь и лечитесь здесь тогда. И это будет тогда справедливо. Люди поймут, что вы вместе с ними переживаете эти трудности. Вы знаете, это вы озвучили одно из самых популярных пожеланий в соцсетях после принятия медицинской реформы. А второе пожелание мне высказали. И мы высказали, что те депутаты, которые голосовали за медицинскую реформу, должны заключить договор с семейным врачом. И этим семейным врачом должно стать исполняющий обязанности министра здравоохранения. Вот если можно ей доверить реформу, почему ей не доверить тогда свое здоровье? Пусть они так и делают. Число министра ей доверят, поговаривают в кулуарах, чтобы Народный фронт хотели после именно голосования за медреформу назначить Супром все-таки уже министром. Я не знаю, что будет делать Народный фронт. Мы считаем, что сегодняшнее действие руководства Министерства здравоохранения, особенно ее инициатива, когда она предложила сделать платные роды, в условиях, когда у нас в стране падает население, демографический кризис, и государство, наоборот, должно стимулировать рождаемость, это свидетельство, как минимум, о диком непрофессионализме. Поэтому мы никогда не проголосуем за кандидатуру сегодня исполняющей обязанности господин Супрун в качестве министра. Давайте поговорим о других вопросах, за решения которых очень активно боролись на этой неделе в Раде. Что может тоже закончиться голосованием за? Например, отмена неприкосновенности, антикоррупционный суд, изменение правил проведения выборов. Ваш прогноз. Наша позиция, я вам сказать, позицию нашей политической силы, мы выступаем за то, чтобы была отменена неприкосновенность всех, кто ее имеет. Это президент, судьи, они сейчас завуалировали эту неприкосновенность и думают, что обманули общество, и народные депутаты. Потому что этого хотят наши избиратели. Люди хотят справедливости, люди хотят, чтобы в сегодняшней ситуации все были ответственны перед законом. Касательно антикоррупционного суда, мы высказали свою позицию, мы против этого. Потому что мы считаем, мы когда голосовали за судебную реформу, наша фракция за это голосовала, мы считаем, что наиболее коррумпированная сегодня отрасль, это судебная, должна быть реформирована, и все суды должны быть справедливыми. И поэтому, если идти по логике создания антикоррупционного суда, то надо принимать решение о создании суда для карманников, для домушников, медвежатников, депутатов, военных, и еще кого-нибудь. Штук 10 их наплодить. А суд должен быть один, он должен быть справедливым, и отвечать, и руководствоваться законом. И последний вопрос касательно изменения закона о выборах, мы за то, чтобы была отменена мажоритарная система сегодня, была пропорциональна, потому что в условиях, когда сегодняшняя власть довела народ до нищеты, во что превращаются мажоритарные выборы? Просто приходят и скупают голоса. И люди от отчаяния, от того, что им надо прожить, продают свой голос за какие-то деньги. Мы катерийски против, это путь к политической коррупции. Еще одним прогнозом поделитесь, вот как вы считаете, митинги, которые активизировались во вторник на этой неделе под Верховной Радой, они доживут до следующей пленарной недели? Киевляне их однозначно не поддержали. На свое мнение, эти митинги были устроены внутри правящей коалиции, произошел раскол. Часть людей выбросили из власти, и они, естественно, этим недовольны, и они хотят в той или иной мере вернуться к власти. Это было чисто внутри бывшей коалиции разбирательство, которое не имеет ничего общего с возмущением народа. Поэтому мы катерийски против подобных явлений, поскольку они могут быть еще объектом провокации, и может пролиться кровь, как это было в 2015 году, когда на таком митинге взорвали гранаты, убили четырех нацгвардейцев, и до сих пор никто не понес наказание. И, кстати, когда мы поддерживали законопроект внесения в Конституционный суд о снятии неприкосновенности с депутатов, то мы одновременно и в ясную оппозицию нашей фракции мы требуем отчета правоохранительных органов, их руководство, о расследовании резонансных преступлений, которые произошли в стране, которые, в общем-то, породили обстановку хаоса и неуверенности у людей. Мы требуем, чтобы руководители этих органов отчитались, как они расследуют. Убийство журналистов, взрыв четырех арсеналов в течение года военных, расстрел пяти полицейских куняжичек, взрыв той же гранаты, когда убили четырех нацгвардейцев. Вот эти все вещи должны... Я боюсь, что список будет очень долгим, если еще продолжать и продолжать можно. Этот список, к сожалению, можно продолжать. Поэтому у нас большие претензии к правоохранительным органам. И непонятно, зачем в новом варианте бюджета этого. Им еще больше увеличиваются выплаты, когда они не справляются, по нашему мнению, с тем хаосом преступности, которое есть сегодня. Спасибо, Юрий Анатольевич, за то, что присоединен к нашему эфиру. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели.